Всем привет, еще и 4 апреля пивная пятиминутка Илья. Ну что же, последний, последний таркос у меня на столе. Ну, это из которых я смог найти. Больше ничего не продается. Это у нас блонд, чуть не сказал бланш. Бельгийан блонд Эль, который тоже в КБ заехал удачненько. Писывающий мальчик, символ Бельгии, так сказать. Давайте посмотрим. Блонд, 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 блонд. Так, что мы видим спереди, кроме писывающего мальчика? 6% алкоголя, неплохо. Плотность 16%, горечь 16% IB. Розлив у нас 4.01.23. 4 января. Вот же бедолаги. Пришли на завод разливать. Да нет, почему, бедолаги. О, похмелились, наверное, хорошо. Ладно, не будем завидовать. Светлое пиво-то. Нефильтрованное, неосветленное, пастеризованное. Состав вода специально подготовленный. Солод ячменный светлый. Бельгийский. Солод пшеничный. Хмель дрожжепивные. Тоже пивные. Но это, блядь, больше пшеничка, чем блонд. Сколько я блондов попробовал. Он, кстати, не самый мой любимый стиль. Если, конечно... Нет, хотя мне он понравился в последнее время, когда я пробовал именно бельгийские. А не вот эти вот... Русские. Русского розлива Афрегем. Это было просто ужасно. Я сейчас в баху их. А почему бланшевый аромат идет? А, про то, что этот... Я не помню, чтобы блонды шли с пшеничным солодом. Это уже пшеничка. Во-вторых, я не помню, чтобы они были нефильтрованные. Хотя это уже не факт. Может быть и были нефильтрованные, Ну, вот тут прямо вот... Может, я с голден или им путаю? Ну, нефильтрач. По аромату там, смотрите, что я кориандр чувствую. Легкий такой намек. Может, это дрожжи такие? Специальные. Бельгийские. Цветочное так кориандрово пахнет. Вообще не по-блондовски. Я уже замешать... Давайте пробовать. А, чтобы вы понимали... А... Ладно. И во вкусе я кориандр чувствую. Легонький такой. Чего они тут намешали? Или это пшеничный солод отдает? Или это дрожжи? Специальный штамм дрожжей? Это вообще не блонд, если считаться по стилю. А так, ну, приятненько, вкусненько. Учитывая, что здесь 6 аж процентов алкоголя. Как бы, ну, не дурно. Причем эти 6-очка, она не чувствуется. Нету никакой спиртуозности. Наоборот, такое легкое, освежающее пиво. Ну, прямо легкое. Никакой шестерки. Блин, я бы таким бы нахуячился. В жару, на даче. Чтобы оно прямо вот таким же запотевшим было. Холодненьким. Думаю, вообще хорошо. Этот цветочек или такой кориандровый оттенок, он есть на вкусе. На послевкусе. По плотности, кстати. Ну, да. Заходит плотненько. 16, конечно, не дашь, но чувствуется, что есть тело. Как бы оно не такое водянистое, чтобы оно тебе зашло и бэм! Сразу куда-то в воду улетело. Или просто пропало. Просто вкус там или тело пропало, чувствуется. Это я уже про вкус говорю. А я начинал про плотность. Плотность, да, чувствуется структура. В общем и целом, это, конечно, не в стиле. Насколько я представляю, стиль блонд. Блонд. А не бланш. Это некоторые, наверное, путают. Я тоже путал. Ох, были времена. Вот. Как бы... Ну, это пшеничка. Я бы даже сказал, уходящая в бланш. Потому что я чувствую кориандр, хотя он не заявлен. Может быть, ли такое? Почему бы и нет? Если пивовар хороший, он может сочетать ингредиенты так, что вы будете... Блин. Какой он все-таки карбонизированный. Он вам сможет сделать, сварить так, что вы будете чувствовать такие нотки, которых нету в составе. Например, вот этот цветочный такой приятный вкус. Стиль мило, а пиво... Блин, мне понравилось. Вкусное. Я бы даже сказал. Все. Не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Это бельгийские блонды. Только нормальные, настоящие. И именно бельгийские. Не надо российское там подобие пить. Открывайте. А, хотя... Аббе-то у нас кого? Блонд же? Да? Скопировал. Лёфинский. Сначала Лёфи варили. Блонд. Потом Аббе сварили. Просто тупо скопировали. Просто вкус один-один. Скопировали просто нафиг рецепт. И все. Типа... Все, не хотите Лёфи варить? Пошли нахуй. Мы будем своё варить. По тому же самому рецепту. Открывайте для себя новую пивоварню. Здесь Таркас порадовал. Только непонятно, что у них со стилями. Что чешский пилснер. Что блонд. Как-то... Не очень сходится у меня этот вот вкус. И то, что написано на этикетке, вот как-то не очень сходится. Как-то мимовато. Но, тем не менее, блонд пить точно можно. А вот пилснер... Не, он мне не понравился. Потому что он горький в начале и всё. И дальше нету ничего интересного. Соло-то, где хмель чешский. Вот, чтобы прямо... Ну, кто пил чехов, тот понимает, о чём я говорю. Ну, всё. Не прощаюсь. Увидимся во втором видосе. Только вот я нашёл вот синюю вот эту баронет, да, там 0.33 баночку. Я думаю, её всё-таки попить. Вот я прям весь вечер терзаюсь с мутными сомнениями. Её попить всё-таки? Или всё-таки закончить линейку Рауша? Как бы раз уж начал линейку Рауша? Не хотелось бы её прерывать. Ну, и хочется и новиночку побыстрее попробовать. Ладно, наверное, монетку кину. Вот, что я сделаю. Точно, точно. У меня монетки вроде где-то были. Всё. Давайте, не скучайте. Увидимся. 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 Увидимся.